Итак, всем привет! В данном ролике мы поговорим о том, как можно создавать различные геометрические примитивы в Unity в режиме реалтайма, то есть в режиме реального времени. И также в рамках ролика создадим небольшую игровую механику при помощи системы частиц, а именно при помощи физики частиц будем как-то взаимодействовать с нашими создаваемыми примитивами. И, собственно, как создавать эти самые примитивы. Для этого можем перейти на сайт Unity в документацию, в раздел GameObject, и там у нас есть операция CreatePrimitive, которая как раз и отвечает за выполнение данной операции. Здесь у нас есть пример готового скрипта, по сути мы можем даже вводить старт, взять просто из него скопировать и просто вставить в пустой скрипт в Unity, что, собственно, я уже и сделал. То есть я создал пустой скрипт и просто вставил туда весь этот код. Что он нам здесь сделает? А он нам именно как раз здесь и создает несколько примитивов, а именно плоскость, куб, сфера, капсула и цилиндр. И при этом видим, что кроме того, что мы создаем примитив на сцене, мы еще некоторым из них указываем позицию, чтобы мы понимали, где они будут находиться на сцене. Плоскость же создаем мы в нуле координат. И таким образом, чтобы у меня плоскости не пересекались, я мою пока что выключу. У меня есть на сцене FPS-контроллер и у меня есть просто пустой объект, на который накинут этот самый скрипт. Поэтому можем запустить игровой режим. И вот, в принципе, я даже вниз не улетел, поскольку создалась подо мной сразу же плоскость. И видим, здесь как раз представлено еще и несколько примитивов, которые также создались при помощи скрипта. То есть на сцене у нас их не было, а сейчас они у нас, собственно, и есть. И видим, что у нас, у них полный набор стандартных параметров, то есть коллайдер, мэшэндер, мэшфилтер, трансформ. И они установились в соответствующей позиции, как мы и указали в этом скрипте. И таким образом мы видим, что создавать геометрические примитивы в Unity достаточно просто, то есть буквально в одну строчку. Создаете объект и просто располагаете где вам нужно. Мы же сделаем механику чуть посложнее. Мы сделаем так, чтобы у нас создавалось целое, так сказать, объем, то есть целая плоскость из кубиков. Для этого я данный скрипт удалю и накину уже другой, который у меня также подготовлен уже в данном проекте. Итак, что здесь у меня в данном скрипте есть? Во-первых, у меня есть переменная типа Vector2, которая нам будет определять размеры нашей плоскости, состоящей из кубиков. То есть по x и y мы задаем, сколько у нас будет, собственно, кубиков по каждой из истей. И вся магия у нас будет происходить опять же при старте. То есть что мы здесь делаем? Мы делаем два вложенных цикла. То есть первый цикл у нас будет перебирать все кубики по оси x. И вложенным циклом мы еще будем дополнительно проходиться по оси y. И таким образом, что мы здесь выполняем? То есть здесь мы непосредственно создаем сам кубик, то есть вот этот примитив. И далее нам нужно задать позицию кубику, которую мы создали. То есть какая позиция здесь задается? Давайте для более наглядного объяснения я это нарисую, попробую. То есть вот это у нас исходная точка с координатами 0, 0 по x и y. И нам нужно построить кубики вокруг данной точки. То есть чтобы кубики выстроились вот таким вот образом. Первый кубик, который у нас создастся, он у нас будет в 0 по x и в 0 по y. То есть поскольку у нас i и j равны 0. Но здесь у нас идет вычитание половинного вот этого объема. То есть вот эта вот половинка вот этого всего объема у нас вычитается. И таким образом, первая точка у нас будет минус size volume.x делен на 2 и минус size volume.y делен на 2. То есть у нас первый кубик создастся вот в этой точке. Следующий кубик у нас j увеличится на 1. То есть по оси y у нас, допустим, создается вот этот кубик. На тему вот этот, этот и так далее. И пока у нас не заполнится полностью вот эта вся наша площадь. То есть если бы мы вот без этого смещения бы писали позицию только i и j, то у нас бы вот эта сеточка построилась вот таким бы образом. То есть у нас бы все бы строилось только в плюс. А что бы у нас выстраивалось вокруг, то мы таким вот приемом как раз это и получили. Все. То есть при помощи данных двух операций мы кубики построим. Что же мы еще с ними делаем? То есть для разнообразия мы можем задавать каждому кубику случайный цвет. Делается это в данном случае при помощи дополнительной функции. То есть здесь в левой части у нас понятно, что мы обращаемся к компоненту MeshRenderer, обращаемся к его материалу и меняем его цвет. То есть задаем ему какой-то новый цвет. И где мы значение данного цвета берем? А берем мы его в данной функции Color, Random Color. И здесь мы просто генерируем случайное значение по трем осям, точнее по трем каналам RGB. И уже соформируем новый цвет просто из значения вот этих трех каналов. То есть у нас получится рандомный цвет. После чего мы указываем тег кубику Cube. Это нам нужно будет чуть позже для физики частиц, чтобы отслеживать, что мы именно попали частицы по кубикам. И опять же мы добавляем компонент RigidBuddy к кубикам. И включаем им кинематику. То есть таким образом у нас построится сетка из кубиков. Они все будут с компонентом RigidBuddy, но при этом они не будут падать на землю. Ну вниз. То есть они все будут с кинематикой. И вот таким образом при помощи данного скрипта мы можем построить любую, создать любую плоскость из кубиков вот данного размера. Поэтому давайте сейчас перейдем в Unity. И вот у нас данный скрипт. У нас есть параметр Size Volume. И зададим по X и Y значение 50. После чего можем запустить игровой режим и опять же проверить, как это все будет работать. И вот видим, что мы включили игровой режим. И у нас создалась такая большая плоскость из разноцветных кубиков. То есть видим, они у нас опять же висят в воздухе. Они у нас не падают. Хотя RigidBuddy у каждого кубика есть. Поскольку у них висит вот эта кинематика. И опять же видим, что у каждого кубика свой материал и со своим цветом. То есть таким образом получили вот такую вот пиксельную плоскость. Если смотреть сверху. И теперь нам нужно как раз реализовать вот эту дополнительную бонусную механику, чтобы при взаимодействии частиц с данными кубиками у нас происходил какой-нибудь там action. Ну давайте для начала как раз данные частицы и создадим. Переходим на вкладку GameObject. Effects Particle System. Так, в первую очередь нам нужно указать форму Shape. И укажем Rectangle. То есть нам нужно в форме вот такого вот квадрата. Затем можем перевернуть на 180 градусов. Опять же сбросим позицию в ноль. И затем просто укажем размер данных частиц. Ну допустим по 50. Растянем таким образом. И затем просто приподняем наверх. То есть вот у нас таким образом падают сверху на нас данные частички. После чего можем немножко причесать внешний вид. Это я, наверное, сделаю на таймлапсе. Ну вот таким образом внешний вид частиц немножко поднастроили. Дальше нам нужно сделать непосредственно физику данным частицам, чтобы они у нас отталкивались от объектов. Давайте я сейчас снова включу плоскость, чтобы было видно, что данные частички, они все-таки у нас отталкиваются. И для включения физики частиц мы включаем галочку у параметра collision. И дальше нам нужно указать тип. Тип выбираем world. И таким образом видим, что у нас частицы, когда они у нас сталкиваются с плоскостью, они от нее начинают отскакивать. Ну давайте пусть они у нас не отскакивают. Можем bounce поставить ноль. То есть они у нас будут просто сталкиваться с плоскостью и уже останавливаться на месте. То есть как будто бы они у нас втыкаются в нашу плоскость. Дальше нам нужно указать, с какими слоями она должна взаимодействовать. Вот эти частички. У нас есть чуть ниже параметр collider-wiz. Здесь у нас указаны слои, с которыми взаимодействует данная частица. В данном случае здесь у нас построится множество кубиков, и частицы будут падать на кубики. Но при этом у нас еще есть игрок на сцене. Нам не нужно, чтобы данная частица взаимодействует с игроком. Поскольку мы будем данные кубики немножко так разбрасывать. Поэтому мы можем указать здесь какой-нибудь слой, который мы не будем использовать в качестве физики. То есть, ну давайте, не знаю, любой у меня тут есть. Давайте просто ground какую-нибудь возьму. И просто игрока добавлю в этот слой. То есть вам же нужно просто создать какой-нибудь любой слой и его исключить из физики частиц. После чего выбираем игрока и добавляем его в данный слой. В данном случае выбираю ground. Все, частицы и игрока мы разделили. Дальше мы включили физику. Так, и плоскость у меня тоже с ground. Давайте я пока что default сделаю. Итак, игрока и частицы мы разделили. После этого нам нужно уже непосредственно написать скрипт, который будет отслеживать вот это событие, что у нас частицы физически столкнулись с объектами. Для этого мы выбираем опять же наш particle system и можем прямо на него накинуть соответствующий скрипт. То есть здесь он опять же тоже написан. Сейчас просто его быстренько разберем. И также, что здесь в скрипте у нас есть. В первую очередь у нас есть публично-переменная float. То есть она нам будет задавать силу взаимодействия частиц с кубиками. То есть при падении частиц на кубики у нас в данный кубик будут подпрыгивать и, собственно, проваливаться вниз. И как раз для физики частиц используется метод onParticleCollision. То есть видим, у нас здесь даже подсказка показывает, что он вызывается при столкновении примитива с коллайдером. А именно при столкновении частиц с коллайдером. И что у нас здесь есть? То есть здесь у нас идет проверка по тегу. То есть если помню, то мы задавали нашим кубиком tabQ. Соответственно, у нас было срабатывать данный метод только когда частицы будут сталкиваться с кубиками. И что мы дальше делаем? А дальше мы в месте столкновения частицы с кубиком мы считываем рядом кубики, которые находятся при помощи данной операции. То есть в радиусе 3 метров мы считаем все рядом стоящие кубики. После чего мы по циклу каждому кубику применяем к ним какие-то операции. То есть в первую очередь мы проверяем, что мы считали не игрока. То есть игрока нам тоже толкать не нужно. Поэтому если вот этот коллайдер, он не принадлежит игроку. Опять же, на игроке у меня висит тегплеер. И дальше мы проверяем, что если у объекта есть компонент rigidbody. То есть он у нас объект с физикой. То, что мы делаем, мы выключаем ему кинематику, чтобы он у нас уже подвергался гравитации. И затем при помощи данных двух операций мы просто задаем опять же случайную силу данному кубику. То есть есть у нас такая операция atExplosionForce. Он имитирует у нас такой направленный взрыв от какой-то точки. Здесь опять же мы указываем силу взрыва, точку эпицентра взрыва и вот этот вот радиус ударной волны. И таким образом при помощи опять же Random Value здесь еще мы делаем, что у нас будет случайно какая-то сила задаваться, то есть ну с каким-то смещением. Плюс-минус. И таким образом у нас при падении частиц на кубики данные кубики будут как будто бы вот так вот подпрыгивать и разлетаться. Итак, переходим снова в Unity, переходим на Particle System и здесь нам нужно указать Force Value. Ну и здесь я оставлю по умолчанию 100. Дальше что мы делаем? Мы отличаем плоскость, сохраняемся и запускаем. Игровой режим. Смотрим, частицы у нас летят вниз, но видим, что ничего, что-то у нас не происходит. Кубики как стояли, так и стоят. Потому что нам частицы нужно дополнительно еще донастроить. В первую очередь нам нужно указать на вкладке Collision галочку Send Collision Messages. Эта галочка как раз нам и будет отправлять данные в данный метод. То есть без данной галочки он работать не будет. И также нам еще нужно поменять вот этот параметр Max Collision Shapes. То есть чтобы у нас было побольше одновременных вот этих взаимодействий физических. То есть сейчас 256 и будет достаточно много пропускать частиц физики. Поэтому давайте поставим, например, 2048. Но с этим параметром аккуратно. То есть здесь у нас объектов много, частиц много. Возможно, у вас начнет все тормозить. Запускаем игровой режим. И проверяем, как это все работает. И видим, что в принципе работает. То есть... Ой-ой-ой. То есть видим, что у нас частицы попадают на кубики. И рядом с ними кубики тоже начинают разлетаться. И после того, как сила, которая к ним применилась, закончилась, они начинают падать вниз. И мы получили вот такую интересную механику, что у нас наша плоскость... Я падаю. Все, я упал. Что у нас наша плоскость, собственно, потихоньку редеет. И получается вот такая вот мозаика. И вот таким образом мы разобрались, как создавать различные примитивы в режиме реалтайма. И также немножко поигрались с частицами и с их физикой. И с помощью чего мы реализовали вот такую вот интересную механику. А на этом у меня все. Всем удачи и пока.